Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенный, Отец наш, Сущий на небесах, Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Кровь Сына Твоего, Иисуса Христа нашего, Спасителя Агнца Твоего, омывает нас от всякого греха сегодня. Благодарим Тебя за Духа Святого, благодарим Тебя за истину Твою святую, за Слово Твое. Благодарим Тебя за Твое святое присутствие в нас, в наших жизнях, в наших судьбах. Господь среди нас, благословен Ты, Владыка наш и Бог наш. И прошу Тебя, Господь, как любящего Бога, как Отца, как Спасителя, как Утешителя нашего, прошу Тебя, как Создателя Церкви, Ты сказал, я создам Церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, не одолеют ее. Господь, и Ты не только создал Церковь, не только запустил, Господь, удивительную историю Твоей Церкви, Божьему Ты и все эти два тысячелетия Ты был с нами. Спасибо, Господь. И до сего дня Ты довел нас. Спасибо. И Ты, Господь, был действующим главным лицом в этой истории. Учи нас, пожалуйста, позволь нам научиться, Господь, от Тебя, взять из истории христианства полезное, назидательное для нас сегодня, чтобы наше христианство сегодня было, Господь, грамотным, наученным Тобою, позволь нам учиться на ошибках наших предшественников, там, Господь, где наши братья и сестры совершали ошибки. Боже, позволь нам, Господь, не судить их, а учиться на их ошибках. И те, кто дошли до конца и исполнили всю Твою волю, позволь нам, Господь, прославить Тебя, взирая на кончину их жизни и подражать их вере. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Владыка наш, Спаситель наш, Тот, Кто был, есть и грядет. Вчера и сегодня и вовеки Ты тот же. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, братья. И вот, тема истории христианства. Сегодня у нас день как раз для вот этой темы. И вечером, даст Бог, как раз вот, если как раз пробовать моя, то я хотел бы как раз и подытожить эту тему как раз в пробоведе. Это очень хорошо. И вот сегодня, какое число сегодня? 28. 28 июля. Вы знаете, да, 14 года. Вы знаете, какое событие вообще отмечается в календаре церковном и не только церковном, даже в светском календаре, вот именно 28 июля. Кто вообще в курсе? Здесь вот есть, я себе на компьютер поставил разные, даже там такие программы специальные, календари. Ну, по-мусульмански сегодня ураза байрам, значит, ну, поздравляю, как говорится. Но я когда проповедую, значит, мусульманам, я говорю, что мой курбан – это Иисус Христос, Иса Масих. Я когда проповедую, они потому что говорят о жертве, курбан – это как жертва. Я говорю, знаете, говорю, моя ураза и мой курбан, вот все для меня – это Иса Масих. И, значит, там братья некоторые, там, как бы, не-не, братья, которые вот именно уверовали, очень довольны были и, особенно вот на Кавказе, когда я был, посмотри, весной, значит, на Северном Кавказе, то насчет там Дагестана, Карачаева, Черкесии. Вот есть из местных вот как раз обращенные, но они все обычно не христианами так вот называют, потому что христианин там во многих этих регионах, оно как бы так, ну, неправильное звучание имеет вообще. То есть неправильное, ну, как сказать, значение вообще имеет, неправильное. Ну, как вот, я это сам прекрасно знаю тоже, знаете, к сожалению, вот, если христианин, значит, пьяница, значит, там, так, обычно неудачник, убьют. То есть такие ассоциации у людей, вот знаете, вот, я помню, мой дедушка тоже, вот, по матери я татарин, по отцу я Журавлев, по матери – Ибрагимов. То есть я вот в двух таких апостасях. Вот, значит, и мой дедушка Галя Ахмед, значит, он, значит, если он увидел, там валяется, то там русский, там, значит, под забором, значит, ну, это, ну, по-русски, да, как, можно перевести, как христианин. То есть он говорил, это, типа, Христов, вот он валяется, вот Христов, они вот такие вот. Вот, то есть для него ассоциация такая, если христианин, значит, это вот такой вот ленивый, пьяница, под забором валяется, вот это христианин. То есть для него такое было, ну, представление такое. Потому что те христиане, что жили у нас там, вот, где мое детство, раннее прошло детство, значит, то они были такие, к сожалению, христиане. То есть вот видели вот таких христиан. И поэтому, как бы, если мусульмане, то они, как бы, значит, друг друга поддерживали, значит, там, допустим, там, из какого-то беда, допустим, то они там друг друга поддерживают. Вот, а если христиане, то они каждый за себя, значит, никого не поддерживают, пьянствуют только, значит, там, вот. И, в основном, были такие вот, то есть по детству я могу вспомнить, что, вот, ну, вообще, то есть никаких не было ассоциаций у меня нормальных. Вот, я христианином стал осознанно, сознательно, потому что я уверовал в Иисуса Христа. Я теперь понимаю, что, конечно, христианство, христианство, рознь. И подзаборное христианство, это совсем не христианство. На самом деле, если бы, ну, дедушка был бы живой, но он уже ушел в вечность давно уже. Вот, сегодня бы, уже как взрослый человек, я бы объяснил бы дедушке, конечно, что, и бабушке, что это не настоящие христиане, которых вы видите под забором пьяных. Это не христиане. Они там с крестиками, там, они там называются христианами, в храм ходят, там, иногда, но они такие же христиане, как я, балерина, там, значит, не знаю, они такие же христиане, как я, там, астронавт, какой-нибудь, там, значит, да, луиаром, что-то, кто-то еще. Вот, то есть, это с христианством даже рядом не лежало. И вот, а по календарю православной церкви сегодня, вот, память князя Владимира, здесь вот отмечено равнопостом великого князя Владимира, и сегодня как раз считается начало крещения Руси. Кто знает даты эти, когда Руси была вообще крещена? Ну, начало крещения Руси, не помните? Да. 988 год, значит, это год начала крещения Руси. Ну, по крайней мере, крещение Киева было, как раз вот именно вот в 988 и некоторых других там городов, и затянулось крещение, конечно, Руси там надолго, но вот началом крещения, и крещение самого князя Владимира, как раз вот, собственно, когда он крестился, он взял имя Василия, Базилия, значит, он, значит, как царское такое имя, значит, он взял, значит, имя Василия и был крещен тоже, как раз вот, значит, там, история очень интересная, конечно, его крещение, спорная, там, великописцы, конечно, пишут, там, всякое. Ну, по поводу крещения Лесков, вот, великий русский писатель, он, изучая эту тему, как раз, история тоже христианства, история крещения Руси, он, значит, как сказал, что Русь была, как, крещена, но не просвещена. То есть, крестить крестили, а просвятили, забыли. Крещена, но не просвещена. А о самом крестителе, вот, князь Владимире, тот же самый Николай Лесков написал так, что он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Знаете, вот трагедия такая, принял христианство, но не принял Христа самого. Почему Николай Лесков, вот, именно так вот, такой приговор написал, вот, этой личности исторической, которая до сих пор называется, даже в календаре, вот, даже святым, и святым называется, и даже равноапостольным. Но этот человек, он забил Русь тогда реками крови, стал палачом своего же народа. Ну, хотя для него это не совсем был свой народ, но все-таки, все-таки, рюрики это приезжие. То есть, до того, как рюрики прибыли сюда, на Руси, как таковой, среди славян, не было своей государственности вообще. То есть, как таковой вообще не было государственности. Вот в Великом Новгороде, если будете в Великом Новгороде, рядом здесь, неподалеку, то там есть памятник, тысячелетие России называется. Он прямо в Кремле, прямо в центре Кремля, новгородского детинца, находится вот этот памятник огромный. Это, как считается, символ, да? Или как бы главный бренд, главный символ, значит, один из главных символов Великого Новгорода. Господин Великий Новгород. И памятник тысячелетия России, он был поставлен когда? В 1862 году. Как раз во время таких реформ, значит, в государстве российском, в империи тогда российской. Почему называть памятник тысячелетия России? Потому что как раз был поставлен в честь тысячелетия государственности в России. То есть, началом государственности, как таковой, в России 800, как мы ответим, да? 62-й, да? 862-й год. Начало государства российского, как такового. То есть, до 862-го года не было на картах мира такого государства, как Русь. И были племена отдельные, там, древляне, поляне, там, украфины, там, разные были народы, разные племена. Чаще всего они враждовали между собой, и, ну, были союзы какие-то определенные. Но государственности не было никакой, значит, и Рюрик, он прибыл в Великий Новгород. Этот город, город государства, по сути, тогда, который получил приставку такую, господин, господин Великий Новгород. То есть, он, как бы, первая столица. И Рюрик прибыл в Новгород, и это скандинавы, ну, как норвежцы, шведы, там, точно, там, ну, викинги, как проще говоря. Он приехал с командой, это была армия профессиональная, армия наемная, армия вооруженная, хорошо. Конечно, местные, там, ни новгородцы, ни кто-то еще, и славян не мог никак сопротивляться, потому что это были профессиональные головорезы, это были профессиональные наемники. Вот славяне, как правило, не имели, не то, что, как правило, вообще не имели никаких... Раз нет государства, значит, нет армии, нет ничего. Просто отдельные были, там, как бы, охотники, там, земледельцы и прочее. И рыболовы, там, и прочее. И, значит, и Рюрик, как поэтому, по сути, без всякого сопротивления он взял под свой контроль просто-напросто Новгород, обложил всех Данию и объявил, что это мое государство, назовем его Русью. Значит, и, значит, но потом он узнал, что по Днепру есть город, поселение, которое стратегически еще более даже значимо, чем Новгород, это Киев. И вот, взяв Киев тоже в свой контроль, он куда бы ни пребывал, он всех облагал Данию, то есть, ему, там, нужно будет, там, процент от всех доходов с рыбки, с меда, со шкур, со всего-со всего, с зерна, процент, допустим, там, какой-нибудь, ну, например, десятина, я не знаю, там, какой. Вот ему, князю, процент на содержание его армии, а за это он давал, как бы, крышу, будем говорить, да? Вот за это он давал такую юрисдикцию и говорил, что это будет, именно, запрещал враждовать им этим преминальным друг с другом конкурировать и объяснял, что это будет у нас государство, теперь будет одно государство. То есть, Рюрик, он был основателем, как таковой, вообще, России, принес государственность, то есть, на государство с нами принесли скандинавы, устройство, порядок, налоговая система, армия, значит, там, полиция, законы элементарные были названы, там, сделаешь за око тебе, око, там, и прочее. То есть, как бы, суды назначил он судей, то есть, как бы, первые элементы государства появились у нас в 862 году, элементы государства. Вот, и взяв Киев, Рюрик, он основал уже Киевскую Русь, уже не Новгородскую, не Господин Великий Новгород, а он оставил статус за ним Господина, да, потому что это место его, как бы, ну, форпост и начало самого, значит, но, именно Киевскую Русь он назвал, значит, назвал, значит, потому что это место было стратегически, все торговые караваны, все пути, а все, раз торговые пути, значит, он со всех этих торгашей брал, что? Налоги за проезд через земли, и, конечно, он очень быстро поднялся, он стал, ну, по сути, как бы, олигархом. Рюрик стал очень богатым человеком, очень быстро, его армия жила вот так вот, значит, он всех сделал богатыми, влиятельными людьми, у каждого из ветеранов этих скандинавов, кто прибыл вместе с ним, у каждого была уже большая казна, были рабы, были села, то есть, как бы, вот, та армия, что он привез с собой, он их не обманул, он сделал их богатыми людьми, князьями, там, прочее, прочее, прочее. Вот, сам Рюрик стал первым, ну, великим князем, будем так говорить. Вот, значит, и Рюриковичи, Рюриковичи, это род, который пришел сюда, на Русь, со Скандинавии, для, ну, по сути, как бы, устройства государственного. Ну, викинги, как бы, и вообще скандинавы, они это делали не раз, то есть, это не только на Руси было. Было такое, что отставные военные, ветераны, допустим, да, викингов, взяв с собой единомышленников, уплывали, допустим, к берегам туда, туда, уплывали, допустим, и основывали небольшие, такие свои, ну, как бы, княжества, устраивали свои, там, ну, как бы, территории, облагали даже налогами, устраивали государства. Но, как правило, эти государства, они, ну, так, были так, государства-однодневки, знаете ли, вот, они не имели, очень редкие из них, ну, в Дании, допустим, других, они имели продолжение большое, очень небольшие, немногие из них имели дальнейшую большую историю, тысячелетнюю, тем более, историю. Ну, вот, у Рюрика получилось очень даже хорошо. План Рюрика полностью себя оправдал, а он был мудрым человеком, по всей видимости, потому что он, вот, те славяне, что, значит, пленные были у викингов, они ему рассказывали, что там рыбы вот так, меда вот так, шкуры вот так, значит, то есть, всего много, вот, никому налогов не платят, живут себе, значит, сами по себе, значит, и никакой армии нету, фактически, бери болыми руками. И, конечно, Рюрик, конечно, ну, он сагитировал, набрал себе армию очень хорошо, очень быстро. И вот с момента Рюрика началась история государства российского, будем договорить, вот, как мы ее знаем. Рюриковичи, они правили, вот, до последнего времени, потом были Романовы, потому что Рюриковичи, ну, исчезли, будем так говорить, ну, прямая ветвь Рюрика, она прекратилась впоследствии. Ну, царевича Дмитрия знаменитого, да, когда убили там, значит, но Романов-кошка, это была ближайшая к Рюрикам династия, то есть, ну, как бы, это все равно потомки его, тоже потомки Романовы, тоже, как бы, одни из потомков его. Романов-кошка, это, как бы, ближайшие, как раз, именно, к Рюрикам. Вот, значит, и потом династия Романовых началась, вот, до Николая II, последнего русского царя, значит, да, значит, ну, как бы, русскими их трудно назвать, как бы, значит, в прямом смысле, в прямом, именно, смысле, но и Рюриковичи, и Романовы, они были, вот, именно, ну, как сказать, руководителями государственности, государства. Так, братья, вот, значит, история продолжалась такая, можно сказать, ну, языческая, что ли, история, до 988 года. А почему Владимир, князь, он избрал новую религию, да, для чего ему нужно было это все, вы скажете, зачем? Точно, конечно, никто не скажет, ну, на 100% точно, но почти, наверняка, можно сказать так, что он действовал как политик. Понятное дело, он не как христианин действовал, если бы он имел бы личное обращение, как Лесков писал, личное обращение, принятие Христа имел бы, он никогда бы не проявлял бы этого насилия, убийства, там, значит, там, те, кто отказывается принять крещение. Представьте, если бы, вот, если ты, допустим, обращенный, да, значит, если ты, вот, новообращенный, тем более, значит, да, значит, и ты не можешь послать свою армию убивать всех тем неверных. Иисус говорил, что придет время, даже вас будут убивать, и будут думать, что тем самым служат Богу. Да? Но Иисус дальше сказал, что он сказал, да, так будут делать, потому что не познали ни меня, говорит, ни Отца моего. То есть, Иисус сказал, что если, значит, есть вот это убийство, да, как бы для служения Богу, то получается, что такой человек, он не знает ни Бога, ни Иисуса Христа не знает на самом деле. То есть, хотя он может считать себя, там, правым, там, Божьим, там, ну, мало ли кто, как себя считает вообще. Кто-то себя Наполеоном считает до сих пор где-то в психушке, кто-то, мало ли, кто себя считает вообще, кто себя что накрутит. Вот важно не кто, как себя считает, а кого Бог, как называет, значит, и кто, ты на самом деле, какая твоя сущность, какая твоя суть на самом деле. Если это христианин, то Христов. А если ты не Христов, то и не христианин. Кто Духа Христова не имеет написано, то-то не его. А кто не любит Господа, то написано Иисуса Христа, написано Анафема Ранафа. То есть, человек находится под проклятием, под Анафемой, пока он не ответил своей любовью на его Божью и Святую Любовь. Вот такая история. Владимира даже с большой натяжкой нельзя назвать христианином. Его можно сравнить с христианами номинальными, которые называются христианами, а делают, что хотят вообще, невозрожденными. Его бабушка Владимира, Ольга, Хельга, да, значит, скандинавка, она, Хельга, она по всей вероятности пережила какое-то обращение, внутреннее обращение к Богу, к Христу. А почему? Потому что Хельга, она, то есть, у скандинавов часто вдовы, они были царицами у викингов, так было тоже принято. И Хельга после смерти мужа, погибели мужа, она взяла бразды правления страны, всей налоговой, вся служба, вся армия, все подчинялась ей. И Хельга, она очень сильно была властной такой, хитрой, умной женщиной. Вот, там есть легенда, что она женила на себе мужа будущего, значит, там ее вообще такая была, очень такая женщина такая, крутая, своенравная. За смерть мужа она отомстила, как, помните, кто-то, да? Сжгла. Сожгла, значит, там этот, как называть город этот? Ну, я там был даже когда-то, проповедовал в этом городе. Самое интересное, на въезде в этот город, значит, памятник Ольге и церковь в честь Ольги, значит, и там, и равнопостольные Ольги. Я им проповедовал куда, в этом городе, я говорю, ну, слава Богу, что я вижу, вы люди не злопамятные, хотя Ольга сожгла ваш город до дла, но, как бы, вы, как бы, и памятник поставили, значит, там, и храм в честь Ольги равнопостольный, там, и прочее. Вот, а так Ольга, да, она такая была очень хитрая, коварная, лукавая женщина такая. И, но, она, видимо, пережила обращение такое к Богу, потому что, ну, она изменилась, очень сильно изменилась после вот этого обращения. Она не просто крестилась, креститься это одно, ну, как бы, само же крещение не спасает. Иисус говорил, кто будет веровать, и креститься спасен будет. Значит, а без веры крещение, ну, никакого смысла не имеет, это даже не крещение. Как этот, еще Златоустый, по-моему, говорил, Иоанн или Василий Великий, не помню, кто-то из них, что без веры это не крещение, а простое мытье. То есть, ну, как бы, ну, окунулся, допустим, да, как-то вот в фрору, там, да, значит, окунулся просто в речку, да, вышел из воды, вот тебе и все. То же самое крещение. Если без веры именно, без веры в Иисуса Христа, то оно, на самом деле, просто мытье, просто омовение такое-то совершил ритуальный и все. Пожалуйста. Искупался, да, искупался нормально себе. Вот, и как с гуся вода, вот, с тебя христианство все. Значит, и, получается, ты остался сухой, ты остался тот же самый. Прежний, да. Да, прежний. И, на самом-то деле, как вот если сравнить с военным, с военной службой, да, то, когда человек, он, я тоже, когда вот учу о крещении, я вот сравниваю тоже с военными часто. Вот, вот поступил человек на службу военную, да, армейскую, был призван, да, он попадает на карантин некоторое время. И вот, когда человек уверовал, он то же самое, что как будто бы вот на карантине, вот, в Царстве Божьем, до момента приятия присяги, до момента именно вот присяги царю царей, Господу господствующих, до момента крещения. Вот, христианин, уверовавший, он как будто бы еще на карантине, он уже тоже ходит с троем в одну столовую, он, значит, он в армии Христа, он, значит, как бы, он тоже, в принципе, он, как бы, часть этой огромной армии, но он не настоящий еще солдат. А момент уже присяги, для него уже все. Самый ключевой момент, считается, хотя вот, до присяги он уже и устав, там, значит, да, значит, и строевую, там, значит, там, и куда-то еще там и возит их, там, 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 может, пострелять, значит, там, дадут, ну, короче, это, это лишь, как бы, начало, начало. Но вся ответственность на человек возлагается после момента принятия присяги. Вот так же в армии Христа. Допустим, даже как служитель, я не могу, допустим, вот, с того, кто в завет не вступил, ну, требовать что-то там серьезное. Я, как служитель, я больше, когда я пасторствовал в Киеве, допустим, у нас были когда обращенные люди, то я с ними больше, ну, как бы, не то, что не начался, но больше давал им. Но, фактически, мало что спрашивал с них. Вот, но с момента уже крещения, все, будь добр, уже все, ты уже обещался, не мне, там, не кому-то еще, ты Бог обещался, все. И я уже имею право с него спрашивать уже, требовать что-то, потому что он уже, ну, как бы, он в часть армии. Вот, он уже обязан уже, есть почетная обязанность уже на него возложена. Многие, правда, забывают эту часть своей жизни, но, и, как бы, или же не серьезно относятся христиане, но я знаю одно, что дары Божьи и призвания его, написано, и призвания его, да, они не приложены. То есть, если, ты скажешь, а я забыл присягу уже, но царь помнит, он помнит, прекрасно, у него там в небесных этих канцеляриях отмечено, так вот, так вот, давал присягу, ты подписался, все, кровью своей, и все, как бы, уже, ты в завете уже вечным уже, ты кровью Христа, будем так говорить, отмечено уже, это не просто там, значит. Поэтому будь добр, служи, тяни лямку, и, притом, не рабща, такие солдаты, они не хороши в армии, знаете, которые там все робот, все там с оговорками, все там, значит, там, так вот, а те хорошие солдаты, которые с огоньком, с энтузиазмом, значит, там, вперед, значит, там, с гармошкой, короче, ну, значит, которые именно, вот, действительно, в радости служат, да, вот. А которые из-под палки, это плохие солдаты, это плохие очень, это неудачники, которые останутся в пустыне христиане, вот, на самом деле, Господь дает нам вот именно такое понимание христианское, и, ну, так вот, сама Ольга, она пережила, по всей видимости, обращение, потому что она была, ну, измененной жизнью, и, смотрите, она победила искушение, какое искушение? Знаете, вот, искушение такое, особенно в то время, очень серьезное, вот, в средние века, вот, в эти вот, там, обычно, как, вот, князь какой-то решил, допустим, вот, как Владимир, да, и всех покрестил, все, вся моя страна теперь христианская называется, все, все айда там. На Днепр, как он издал указ-то, знаменитый, Нестор, летописец пишет, что в 1988, когда в Киев к себе в столицу вернулся этот Рюрикович Владимир-то, он, значит, издал указ, все, восторг, когда завтра прийти к Днепру, и все крестятся, а кто не придет, тот мне недруг. Душ, быть недругом князя, это все, это конфискация имущества, секир башка, значит, если ты не успел убежать, значит, вот, а если убежал, то ты всю жизнь будешь в бегах, значит, и в розыске, будем так говорить, твоя жизнь тебе как подарок, если ты убежишь просто, значит, вот, и все. Вот, и, там, за руки и за ноги бросали киевляне, некоторых сомневающихся, значит, в Днепр, значит, а выходящих поздравляли с принятием крещения, значит, все, уже христиане, спасибо. Значит, вот, ну, опять-таки, так некоторые до истерики доходило, значит, некоторые самоубийством заканчивали славяне жизнь, потому что они боялись, вот, как бы, теперь, как бы, ну, у Бога непонятно, какого Бога, а старые Боги будут мстить по жизни, что делать? Земля, как иду, расположение. Ну, да, не, ну, это было тоже, двоеверие, это отдельная история, вообще, там, идол в себе, значит, там, заначки оставляли, конечно, да, но все-таки, чтобы Боги не мстили-то, чужие, ну, свои прежние Боги-то, чтобы они не обижались-то, поэтому, это, как, я бывал, вот, в Ямало-Ненецком автономном округе, это отдельная история, вообще, посещение этих северных, заполярных кругом уже, вот, там эти немцы живут, там эти разные, другие народы, сразу, там, как бы, ну, я всех не могу вспомнить, ну, там, малые народы живут, и у них, вот, такие, как чумы, или как называется, ну, они там, как чумные сидят, на самом деле, вот, потому что, все обкуренные, такие, вот, этим дымом, каким-то, они, вот, такое ощущение, что, вот, поэтому они, вот, все, как прокопченные такие все. Значит, там, у них просто прямо посреди огонь горит, значит, все, значит, ну, как в кино показывают, вот, ужасное, конечно, вот, ну, бытие, скажу так, я немного, это, шокирным был, но в каждом, вот, этом, жилище, икона, обязательно, икона Николая Годника, особенно, вот, они очень сильно его боятся, очень сильно, вот, потому что он, как бы, ну, как бы, как Мороз, дед, там, он, там, как бы, такой, значит, там, ну, злой, одним словом, святой, который, значит, там, если что, заморозит, значит, там, значит, в тундре, значит, и прочее, значит, там, и олени твоих поморозят, значит, и тебя, значит, как бы, они очень сильно его боятся и уважают, поэтому, вот, значит, Николай Годник, потом, значит, и свои боги, вот, всякие такие чудные, истуканы всякие, а, и еще, икон обычно, откуда у них там шинели эти, ну, вот, вырезанные из шинели, материя, значит, и шинель, это вот, завернутая икона, только одна вот такая, знаете, как вот, Аленку, шоколад, да, вот, девчонка, там, такая вот, а это Николай Годник, только одно лицо, ну, и чуть-чуть, там, видно, икона, там, а все остальное, вот, как Аленка, замотана, вот, вот, этой шинелью, значит, и спрашивают, значит, ну, почему, значит, вот, ну, как бы, замотана, ну, Богу-то, холодно, как бы, у них это нижнее белье, вот, они одеваются, они там, они там, там никогда не развиваются, и там они не моются, вообще, представьте, вот, многие из них с самого рождения не мылись никогда, вообще, не знают, что такое мыться, вообще, вот, даже летом, там, они просто стирают себя старый жир, значит, и новый, значит, там, даже когда ребенок рождается, они там говорят, что они просто жиром его мажут, и вот, вот, поэтому он пахнет, там, оленьем, рыбой, чем угодно, но такое, вот, как бы, вот, вот, как бы, и вот все это вот такое, вот, и люди очень, так, живут экстремально, вообще, скажу так, это очень экстремально, я не знаю, значит, но я там насмотрелся всякого, вот, и был у братьев, там, воргутяне, тоже рассказывали, там, у них служение есть в тундре, значит, там, и тоже рассказывают, тоже очень экстремальная жизнь, конечно, но, смотрите, они православные, но православные такие, ну, конечно, там, батюшка появляется, но батюшка-то, он приехал-уехал, а шаман остается всегда у них там местным, да, батюшка, он приезжает только, он приехал, раз там, ну, в пятилетку, я не знаю, там, появляется, наверное, местный батюшка приезжает, вот, там, где собираются вот эти местные аборигены, он у всех их, коту не крещен, еще крестит, вот, значит, там, что-то он еще делает, какие-то там обряды совершает и уезжает, все, а шаман обычно, он местный, он всегда на месте, поэтому на практике вот эти боги свои, народные такие, старые боги, да, они более, ну, близкие, как, понятные там и прочее, то есть, вот такое смешание с язычеством, ну, они и иконам поцелуют, значит, там, и своих истуканов целуют, значит, и тому жертву, и тому жертву, там, олени режут мясо, там, и Николаю Годнику бросил кусочек, значит, и тому бросил кусочек, они, ну, как бы, ну, как бы, верят во все вообще, что можно, во что можно верить, вот, и вот примерно то же самое было у славян, вот, то, что я видел у этих народов, вот, то же самое раньше было у славян в те времена, потому что они, как бы, и богу свечка, и черного черга, значит, вот, все, что надо, кому надо, тому, значит, и это, и окажем, вот, и, значит, что еще происходило, почему такое смешание произошло, потому что люди не были научены вообще, кто такой Иисус Христос, проповеди как таковой не было, не звучало проповеди, если где-то и была проповедь, то она была, скажу так, проповедью не христовой проповедью, не евангельской проповедью, а проповедью больше о религии, религии больше, больше традиции, проповедью, указывающей, там, на Богородицу, на, значит, на святых, там, значит, там, а, кстати, когда Русь была крещена, во-первых, грех какой совершил Владимир и Ижи с ними, но Божий, я считаю, грех даже не на Владимире, еще больше грех не на самом Владимире даже, и не на его там команде, а на священниках, которые приехали, византийских священников, которых покрестили как раз насильственно, видя, что это необращенные люди, ну, понятно, что и сами священники, получается, были необращенные, потому что если бы они были бы христиане настоящие, евангельские, библейские мыслящие, они бы никогда такого не поступали, потому что стояли солдаты, значит, там, с мечами, значит, там, а, кстати, после уже войны, вот, Второй мировой, да, значит, когда в Великом Новгороде были вот эти вот археологические экспедиции, значит, есть издание Академии наук СССР еще, 70-х годов издание, значит, отчетов этих вот археологических экспедиций, этих раскопок, нашли огромное количество этих пепелищей, Аллилуйя! Аллилуйя! Вот, огромное количество этих пепелищ нашли, значит, да, вот, и, значит, и на каждом пепелище нашли клады, значит, клад, там, заначка, деньги, золото, там, серебро, а это, значит, ну, для археологов это, конечно, хорошо, но для археологов это очень дурной знак, это значит, что, вот, никто на пепелище не вернулся, потому что если бы кто-то из семьи, хотя бы кто-то вернулся бы живой, они бы, ну, раскопали бы клад, заначку бы достали бы свою, но раз на каждом пепелище был клад обнаружен, то, значит, все эти семьи, получается, там, огромное количество этих пепелищ, никто, значит, не вернулся на пепелище, вот это, вот, о чем это говорило, и потом, когда ученые в конце 60-х, начало 70-х, когда вот раскапывали эти пепелища, прикинули, сколько было этих пепелищ, больше половины населения Новгорода, просто было истреблено, получается, момент, это было, я не объяснил, это были, как раз, пепелища, вот, времен, как раз, времени крещения Руси, как раз это совпадало с летописным описанием, когда подожгли, вот, целый район, и была эта вот, ну, бойня, массовое убийство населения Новгородского за отказ принять христианство, и река Волхов стала красной от крови, и были запруды от множества мертвых тел брошенных туда, то есть, ну, это не преувеличение летописцев, получается, было, а было все, на самом деле, реально, фактом, потому что, вот, все эти вот пепелища раскопанные, ну, подтверждали вот эти страшные слова полностью, и, конечно, назвать это христианством даже с большой натяжкой нельзя, даже это, даже рядом не лежало с христианством, это вообще-то, это и антихристианство, будем так говорить, антихристианство, это противо, это вместо что-то христианство, но это не христианство, и поэтому сегодня, в сегодняшний день, вот, 28 июля, И дальше там еще несколько, и в августе месяце еще у нас есть даты такие, в календаре нашей церкви, вот реформаторской православной церкви Христа Спасителя, мы вот обозначили эти даты специально, как дни покаяния в насильственном крещении Руси и молитва о настоящем крещении просвещения Руси через веру в Иисуса Христа, через крещение по вере уже во Христа Иисуса. Да, и вот, конечно, это беда такая на Русь, знаете ли, упала неспроста, конечно. Вообще, вот то, что произошло тогда, в 988 и потом происходило на Руси, когда были, вот как вот, Хатынь, да, вот, когда сжигали фашисты, значит, там население с людьми, села с людьми, да, вот, нечто подобное было, но там фашисты, а здесь вот, викинги, скандинавы эти, значит, там, солдаты, наемники, там, сжигали славянские эти вот села, поселения, лишь за отказ принять христианство. В Муромской земле, вот, нынешней Рязанской области, потом Московская нынешняя часть области, вот, Орехово-Зуевский, там, и, значит, Павлопосадские районы. Вот, потом Новгородская область, но, вот, северо-запад России, нынешний северо-запад России, вот, и представьте себе, прошло уже больше тысячи лет, до сих пор не было даже, даже, вот уже сейчас патриарх Кирилл, да, Гундяев, является патриархом всей Руси, да, вот, до сих пор никто не из патриархов, не из митрополитов, не из епископов, даже формального, ну, как бы, извинения не принес. Даже, даже просто хотя бы написать, там, ну, извините, да, ну, были мы неправы. Хотя, я убежден, что, конечно, в личных беседах могли там где-то высказываться такие, высказываться подобные мысли, но официально до сих пор молчок. Наоборот, того князя, что стал палачом своего же народа, до сих пор называют святым, святым, только вдумайтесь, да, и равноапостольным. На кого из апостолов похож Владимир? Может, только на Иуда Искариота, и то с большой натяжкой вообще. Вот, значит, ни на одного нормального апостола он не похож, абсолютно. Ни на одного нормального апостола, ну, Божьего, верного апостола. И сами методы его показывают, что, ну, это не наши методы, это не метод апостолов. Хотя, у апостолов, да, Иисуса тоже было искушение такое, вот, искушение такое вот. Помните, да, когда Самарянское село одно не послушало проповеди Христа, ну, они не хотели даже вообще слушать даже Иисуса. Они увидели, что он, ну, еврей, одет как еврей, идет, путешествует в Иерусалим, ну, и самаряне и иудеи между собой, так, мягко так говоря, не дружили, ну, не сообщались, значит, да, значит, вообще, очень даже порой были очень напряженные отношения. Вот, значит, ну, и чисто из-за национальных своих предрассудков Аисус хотел прийти к ним и проповедовать. Представьте, значит, да, значит, из-за своих национальных предрассудков это село Самарянское, оно, значит, вот, лишилось великие благословения. Представьте, мы часто из-за национальных разных предрассудков можем потерять такие благословения вообще, исцеление больных, там, значит, спасение грешников, значит, наверняка Иисус там мог бы совершить очень много чего интересного. Вот, но они закрылись и, я так понимаю, не очень вежливо указали Иисусу, уходи отсюда, проходи мимо. И представьте, ну, они чуть было не нарвались на еще большую проблему, потому что апостолы так были задеты за живое, что они предложили Иисусу, давай мы помолимся сейчас, чтобы огонь зашел на это село вообще. Вот, у них такой начался зуд инквизиторский такой, знаете ли, это впервые вообще в Новом Завете встречается именно такой, такой дух инквизиции проявляется в церкви. И вот один из первых, ну, первый самый такой случай как раз именно вот в этом эпизоде, там есть другие еще случаи похожие, но меньшее, а это самый такой потрясающий случай, когда дух нечистый, дух инквизиции уже пытается, еще церковь еще под сердцем Иисуса, еще только лишь она еще рождается, еще только собирается рождаться, да, еще только, вот только формируется первая команда еще, которая будет костяком этой церкви. И вот, представьте, и тут же своих пять копеек хочет ставить уже дьявол, тут же хочет свою ложку дегтя уже в бочку меда, хочет бросить уже, да, вот так, в это мир, который варится, уже муху хочет бросить, точно, вот свою, то есть, как бы, вот, ну, вот нагадит на чистом, это вот, как бы, вот, его, это вот, его стихия дьявола. И, слава Богу, что Иисус очень, ну, резко отреагировал, да, он не сказал, ну, может помолимся, может не помолимся, может потом помолимся, нет, он сказал, нет, не будем молиться-то, потому что вы, говорит, не знаете, какого вы духа. Он, значит, он сказал, что сын человеческий, про себя самого, он сказал, что он пришел, чтобы спасать погибших, не губить, а спасать погибающих. Интересно, то есть, хотя, вот эти апостолы, они не просто себе там бухта-барахта сказали, вот, давай помолимся сейчас, чтобы зашел огонь, они же сослались на Библию, они знали, что Иисус-то Слово, и человек Слово, и все Слово, вот, надо опираться-то на Библию, поэтому они сослались, как Илья сделал, то есть, они вот указали, вот, в Библии же написано же, Илья же помолился там, и сошел огонь на одного пятьдесятника, с его пятьдесятком. Этот эпизод очень баптистам нравится многим, потому что созвучно с нашими пятьдесятниками, потом, значит, другой пятьдесятник со своим пятьдесятком, значит, Илья снова помолился, и снова сошел огонь, и сгорели эти пятьдесятники. Вот, на самом деле, дело не название их пятьдесятника, а то, что, вот, на самом деле, люди сгорели, да, ну, эпизод такой, но, как бы, Илья вообще особо не церемонился, такой был пророк, что, как бы, значит, любого бьет, зарежет. Он там пророков резал, там, значит, как барашков, значит, в общем-то, он был такой, скажу так, палец в рот не ложи, такому пророку. Илья был такой, что если бы сегодня мы увидели бы его такой-то, маджихет просто, вообще, такой по горам лазит, пророков режет, значит, огонь спускает на землю, короче, вообще, там, такое, что, значит, там, у него жизнь полный экстрим вообще, ну, конечно, его ждало там много разочарований, и вообще, он был очень такой, как бы, человек такой импульсивный, депрессивный, и всякие, у него эпизоды были такие в жизни, да, вот. Вот, но Илья, он был подобный не Богу, а нам, человек, вот, как бы, и, притом, к сожалению, даже в самых плохих, вот, чертах человеческого, сущности человеческой. Илья, это нехороший пример, и мне очень жаль, что, вот, многие, там, даже храмы называются в честь Ильи, там, пророка, или кого-то еще, или, там, еще хуже, как князю Владимиру, там, допустим, есть такие соборы, такие до сих пор. Да, 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 да. На самом деле, лишь один в Библии есть пример, достойный, вот, и подражания, и поклонения, и написано пред ним, пред его именем, всякое колено небесных, земных и преисподних. Это Иисус Христос. Не Илья, не кто-то еще, не из старых или новых, там, святых, ни в коем разе, нет, только один Иисус Христос. Поэтому, вот, ну, моя мечта, вот, чтобы, значит, вот, храмы наши по всей Руси, представляете, тысячи храмов, многие из них очень красивые храмы, да, вот, чтобы они были во имя Господня посвящены, чтобы Христу Спасителю, чтобы имя Христа было на них, чтобы не имя, там, святых, там, не имена святых. Они были подобны нам люди, или имена ангелов. Зачем? Разве ангелы нас спасают? Разве они? Ни в коем разе, нет. Ангелы лишь в служебной духе написано. И что, получается, мы в честь служебной духа будем строить храмы? Зачем? Вот, надо в честь царя царей. Потому что люди-то даже, если приходят, там, в Ильинскую церковь, или, там, или в честь ангелов каких построили Михаила Архангела, там, или Гавриила Архангела, вот, память тоже недавно. Значит, ну, люди-то все равно, они же приходят, ну, ища Бога, в конце концов, даже если человек неверующий совершенно, он все равно, приходя в храм, он все равно как-то вот настроен искать Бога. Хотя тут же его дезинформируют. Он сразу смотрит, глядь, кого только нету. А кому свечку поставить? Кому помолиться? А какая у тебя нужда? А вот у меня, вот, допустим, глаза болят. А вот, казанской. А если, допустим, там, ну, голова заболела? Иоанну Крестителю, у него была проблема с головой, последняя его жизнь, значит, как будто не летит на самое хорошее средство, значит, от головной боли. А чьи проблемы нету никакой, да? Лучше аспирину действует. Нету тела, нету делу, все. Вот, значит, вот, и, притом, вот, в семье проблемы, пожалуйста, в семье проблемы Гури, Самуни, Ави, значит, там, ну, ой, вообще. И целый список есть даже, какому святому в какой нужде молиться. Вообще, там, десятки нужд перечисляются, и, там, сотни, пару вариантов ответов вообще. А почему бы, вместо такой дезинформации, вместо такой вот антихристианской такой пропаганды, лучше бы на Иисуса указать? Почему бы не указать на Христа? Почему бы не указать, что, вот, как говорится, семь бед, один ответ. Один Иисус Христос за всех, вот, Он совершил все это. Зачем нам на кого-то указывать, знаете, или, значит, как вот такая, не знаю, как отец этот, наш этот, Александр Борисов-то в Москве-то, он сравнил это с византийской этой бюрократической машиной, системой такой. А вот пойди тому подпись возьми у того, значит, ты к тому зайдешь в тот кабинет, туда заканешься, короче, бегать по кабинетам, язык на плечо, и уже не рад, не рад, что, значит, что вообще сунулся в эту машину. И до генерального ему, как до Пекина, ему не дойти, абсолютно, страшно налегом от народа вообще, вот, значит, и там злые секретарицы стоят возле. Значит, вот, итак, обыватель наш, вот, значит, он, значит, до Бога далеко, как бы, высоко, значит, там, значит, да, до царя, как далеко, вот, как бы, и куда к крестьянину податься вообще? А на самом деле нужно объяснить, что евангельское, что на самом деле недалеко и невысоко, вот он рядом, близко есть, Иисус Христос, Спаситель, только призови Его имя, прими Его, как Спасителя. Вот, к сожалению, до сих пор, и вот и сегодняшним днем тоже, вот, и молятся Владимиру, ему же, как посреднику, якобы, к Богу, ходатую, молятся там. А чем он может молиться, а чем он, если он, там, в понимании, там, миллионов обманутых христиан является ходатаем к Богу, а чем он может помолиться, чем он может попросить, чем он при жизни помогал Руси-то, залил кровью, и сегодня что может помолиться, залить кровью, значит, Руси-то, ни в коем разе. Вот, лишь один Иисус Христос является Спасителем, который действительно по-настоящему спасает, и Божьей волей есть спасение грешника, потому что, когда Иисус родился, то написано, и Он спасет людей от грехов их. Аминь.